здравствуйте дорогие зрители моего канала и наконец долгожданная весна стучится к нам сегодняшний выпуск ароматы первой весны я подготовила самые праздничные самые нежные начнем с тех которые пахнут для меня первым палом талом снегом первыми весенними цветами к женскому празднику долгожданной весной веточками листвой а которая только проклевывается и первыми травинками номер один сегодняшнего выпуска шанель кристалл в концентрации парфюмированная вода к этому аромату я подошла благодаря светлане комиссаровой парфюмерному критику которую я очень уважаю это один из ее любимейших ароматов во всей большой коллекции которые она носит чаще всего и конечно же мне захотелось его послушать и было им очарована приобрела в свою коллекцию он пахнет для меня цветочным магазином в котором стоят вазы со срезанными стеблями такими мясистыми таких цветов как гиацинты и ирисы и может быть такой вот зелени которые украшают букеты да это цветочный зеленый шипр классические отличной сборки классической шанелевской сборки выпущен он в девяносто третьем году пирамиды у него богатая мандарин дыня жасмин персин пиланг-пиланг дубовый мох и ветивер ну мы здесь слышим богатейшие переливы он очень необычный многогранный и относится к ароматам направление шипр как я сказала зеленый шипр да для меня это самая первая ранняя весна на грани февраля и первых мартовских дней когда мы готовимся встречать весну и праздник когда мы идем магазин и на нас обрушивается все это великолепие цветочное буйство тут больше зелени когда стихают аккорды мандарина и цитрусовых выступают сразу зелень как я сказала мясистые стебли может быть даже чуть-чуть в застоявшейся воде и для меня он и радостный в то же время немножечко драматичный потому что здесь вот я слышу такое какое-то легкое увядание как ни странно вот может быть эти стебли дают такое ощущение он очень стойкий на моей горячей коже его слышу практически до вечера 10-12 часов и я считаю его очень шлейфовым одним их самых шлейфовых ароматов направления весна обожаю кристалл шанель парфюмированная вода второй аромат отсылающий к ранней весне который я ношу всегда на стыке февраля и марта это кузнецкий мост новой зари духи о нем я много рассказывала потому что я его нежно люблю поэтому останавливаться подробно о нем на нем не буду но здесь конечно запах первых первых листочков для меня потом ландыши немножко табака и ладана церковного какое-то такое праздничное возвышенное настроение когда идешь весной в храм запах новых надежд оптимистичный нежный трогательный и немного такое немножечко романтичный по-своему люблю его дальше уже совсем аромат который приближает нас к женскому дню женскому празднику который я ношу только сезонно это из серии бракаровской ароматы природы а тюльпан и мимоза туалетная вода я ношу его не только как аромат для настроения и поднятия создания настроения весны и 8 марта ну и как просто аромат для дома наношу его иногда на шторы или даже вот на подушку что мы здесь слышим значит аромат 2018 года коллекция ароматы природы лист банана черный чай танжерин тюльпан мимоза орхидея кокос мускус ну это весна во флаконе просто здесь сразу слышен тюльпан причем такой с горчинкой со своей зеленью с листьями и зеленью со стеблями и мимоза вот пожалуй еще здесь слышен еще здесь слышен банан вот заявленный банановый лист здесь прям точно узнается но с одежды с волос это тюльпан с мимозой отличная стойкость для туалетной воды прям 5 часов сидит и помещение держится очень романтичный милый праздничный 8 мартовский аромат еще на 8 марта я люблю надевать в эти дни перед праздником и сам сам праздник аромат элизабет ардан green tea и мимоза green tea and mimosa аромат который ну я бы не назвала шедевром но у него праздничный флакон приятная коробочка очень он приятный такой и настроенческий заявлено у нас здесь заявлено у нас здесь мимоза зеленый чай в базе цитрусы ну вот вы видите полную пирамидку перед собой я здесь слышу зелень если есть и мимоза то она идет в букете с другими цветами и здесь пыльца такая очень приятная в базе остается за что мне нравится он отсылает нас как опять же к 8 марта ну такой незатейливый из зеленых чаев ордановский аромат приятный достаточно сладкий не самый любимый из линейки но милый и настроенческий теперь любимый остановимся на аромате который я люблю о котором немного уже рассказывала в одном из выпусков предыдущих но повторюсь потому что для меня это запах конечно же первой весны эден кашарель парфюмированная вода современная версия ну пирамида у него большая но в базе заявлено мимоза конечно она не основная здесь здесь много фруктов зелени такой зелени и водянистости водной зелени ну и мимоза которая здесь прямо для меня очевидна и поэтому она приближает к нам атмосферу праздника весеннего дальше расскажу вам об еще одном на мой взгляд абсолютно весенним нежным женственном приятном аромате мисс ван дербельт лори ван дербельт и этот аромат переливчатый он весенний он нежный со сложной пирамидой мандарин и ланг и ланг роза не роли вот видите всю пирамиду он сложнее чем кажется такой типичный представитель аромата в 90-х по сборке и пирамиды конечно сейчас такие не делают она очень большая то есть аромат сложный при все кажущей своей такой нежности мне кажется он очень цветочно цитрусово нежный пыльцовый то есть я слышу здесь розу и я слышу здесь такую розовую пыльцу за что мне аромат очень нравится ну и в общем-то узнаваемость здесь ван дербельт поскольку пудровость пудровость отличает вообще всю линейку ароматы все всей линейки стойкость у него средняя шлейф у него тоже умеренный хорошо скроенный женственный цветочный аромат за кстати совсем небольшие деньги и не считая его ретро поспорить современными цветочными люксами дальше не могу не назвать аромат который нашу действительно всего лишь несколько раз в году вообще тема ландыша в парфюмерии не моя самая близкая тема но ландыш это конечно атрибут праздника весны и очень романтичный наверное самый романтичный из всех цветков это ландыш хочу вам кстати еще показать мыло флорентийское которое тоже называется ландыш и просто представляет из себя очаровательный моноаромат этого цветка а парфюм о котором я говорю это ландыш серебристый от новой зари не путайте пожалуйста этот аромат с одноименным парфюмом северного сияния 52 года северное сияние давно сняла сняла еще в 60-е годы в начале 70-х кажется этот аромат потом перестала существовать а вот новая заря назвала аромат точно также ландыш серебристый ну это такой цветочный зеленый аромат крупоцветочный зеленый зеленые пирамида бергамот груша персик ландыш из асмин жимолость дубовый мох слива сандал а мне этот аромат представляется ну по сути моноароматом ландыша еще раз подчеркну я не искушенная во плане ландышевых ароматов мне напоминают он классический аромат известный практически всем diorissima dior мне кажется вот именно мой выпуск девятый месяц 22 года партия b512 это вот очень близко к diorissima dior ландыш да и потом некая древесность сандаловость базе уловима аромат стойкий громкий весенний просто очень такой чистый нежный ландыш немножечко с зеленью с ландышевыми листочками мне он очень понравился и завершим мы сегодняшний разговор об ароматах ранней весны тоже новозаревским ароматом настоящая персидская серия парфюм духи не будем обращать внимание на флакон содержимое гораздо более достойно нашего внимания и это аромат очень звонкий громкий на старте даже немного альбегидный мне он напоминает шанзелизе от герлен здесь очень большая пирамида посмотрите пожалуйста не буду ее озвучивать аромат сирени с сиреневой листвой очень чистая правдоподобная натуралистичная не химозная сирень по-моему это один из хитов новой зари в плане цветочного направления настоящая персидская сирень и это аромат который кстати с одноименным названием был у брака расчета революции настоящая персидская сирень это исторический был аромат и вот насколько мне известно новая заря постаралась воссоздать именно ту самую пирамиду то самое звучание приближенное к историческому аромату насколько это удалось судить мы не можем мы не знаем первоисточник но сам по себе аромат конечно достойный дорогой классической французской сборки такой старый старая французская классика очень достойный новозаревский аромат расскажите пожалуйста о ваших ароматов ароматах первой весны ранней весны что вам поднимает и создает настроение в первые дни марта расскажите что вам из названных мною ароматов знакомо любима или нелюбима буду ждать ваши вопросы буду ждать ваших комментариев и ставьте поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok Добавляю sample Добавляю